всем здравствуйте решил заснять видео про карабин долго уже много обещал уже больше года прошло я его приобрел знаю как поступить на будет камеру по-другому мне не приносить ника чехол не еворный не родной сейчас с оптикой не лезет туго туго история есть одна я не буду наверно вам рассказывать в общем сбились у меня барашки и этот и вот этот барашек сбился колпачков нету и пока я вытаскивал они видимо крутнулись и все и зверь ушел ну как о карабине и по первой части много отзывов было продать его и так далее я там еще говорил что по фотографирую и в одноклассниках там или соц сетях где не помню уже говорил общем я в одноклассниках выложил фотографии тему отдельную создал группа что-то там охота с нарезным оружием там комментариев 150 на наши сутки набрала эта тема и все писали что в общем его только выбросить или в музей сдать возможности у меня стрелять его не было здесь в районе и геря мне не дали отстрел где специально отведенное место это приграничная зона с казахстаном у нас туда сложно попасть к ним на стрельбище в общем повез я его в тир на изначально я заказал прицел на стандартную илонную базу на сейчас поближе покажу само крепление вот это вот то ли малайзия то ли кто не помню изготовитель а этот через интернет я заказывал вот это крепление получается и прицел что-то обошлось мне 8 и вот это основная база которая стольной коробки крепится еще 3000 или три с половиной уже не помню в общем прицел пришел место под него установку не было стандартной хозяин как предыдущий на первом видео рассказывал затвор загнуть и загнул оставить он не решился в общем съездил мастерскую я у нас кургане которая находится к мастеру он не сказал ищи любое крепление хоть ласточкин хвост хоть что и мы горит как-нибудь греча пляпы мы себе его вид поставим любое без разницы я приехал это посоветоваться что под какое крепление брать и какой прицел то есть если вот это крепление отдельно бы заказывать сюда уже что угодно не поставишь то что здесь надо прямой именно такое ставить чтобы зажималась ну и все и как бы с ионных слов тяп-ляп и что-нибудь поставим я решил что тяп-ляп то я и сам могу и долго мы короче укрепление кстати вот это не буду разбирать оптику на мне показа фиксирована собрался стоит там в комплекте 4 болтика идет все болтики были на месте собрался ставить у меня если видно как бы все заснять блин он там он то место короче то ли низкая то ли как она планка называется не знаем короче интернет начал изучать нет возможности просверлить чтобы прямо так попали они болтики там сквозь так идет попробую как-нибудь заснять но сразу вон видно что там у меня короче на сварку приделано это уже следующий этап рассказа короче крепление то купить купил она оказалась ставить невозможно так долго крутил вертел думал что делать еще этот тяп-ляп сказал мне и решил тяп-ляп сам сделать позвал александра в гости кудрявая голова который и мы с ним не долго думая тут болгаркой вырезали ложа подкрепление примерили померили в лес поцелились прикинули и прихватили сваркой что на болты что на сварку я думаю разницы особой нет снимать мне его не надо он позволяет из открытого стреляет но в крайнем случае вот это крепление все уберется останется тут небольшое как бы она нет не мешает лично вот так вот в общем поехал я потом в кир в кир у меня были вот такие барнаульские патроны 11 3 грамма был новосибирск сейчас скажу сколько 9 и 7 грамма оболочка это все оболочка и еще был новосибирск там кабан по моему нарисованы 13 граммовые тоже оболочка теперь приехал с утра пристрелку оказывается либо рано утром либо поздно вечером в общем пошел мне хозяин тира на встречу договорились на этот же день пристреляться он поднялся там с утра в кир покрутил посмотрел сказал все вроде выходит спустились к мастеру к их нему тот увидел как я предел крепления начал там много нехороших слов говорить и сказал что он бы сделал лучше ну что я ему сказал что я к нему уже приезжал он не сказал тяп-ляп что тяп-ляп то я и сам вот так вот сделал в принципе не знаю ни разу не пожалел в общем вечером приехал в кир и начали мы пристрелку в полу ростовую мишень кто там не видел не знаю там пятно такое черное с руками сантиметров 30 наверно в общем на 100 метров он стрельнул не попал вообще в лист изначально начал сразу крутить оптику опять выстрел опять крутит опять выстрел опять крутит стрелял именно вот этим он барнаулом решил изначально пробовать на 100 метров в общем он раз 5 стрельнул не попал ни разу вот в этот в лист большое там не знаю метр на метр если не больше подошел на 50 метров на 75 там начал попадать по краям листков я пока в это дело все смотрел там бинокль не бинокль монокуляр не знаю как правильно назвать чем попадание вон и в черное вот это пятно он вообще ни разу не попал потом начала у нас оптика прокручиваться да вот против часовой стрелки вот в этих креплениях клея не было проклеить решили открытый прицел пристреливать этими же патронами как на первом видео я не знаю снимал там ушка была вправо смещена по отношению к центру сейчас она практически ровно стоит небольшое отклонение у нее есть в общем с открытого прицела этими же патронами кучность точно такая же оказалась ни разу вот он 18 раз стрельну пачку грубо говоря расстрелял я так специально оставил несколько патронов друг другу других осталось ни разу не попал на что сказал а я ему предложу попробовать новосибирскими патронами но что он сказал разницу в патронах никаких разницы вернее никакой если бы она летела она бы и летела барнаулу сказал радуйся что не приходит плашмя иначе выгодит тогда вообще беда лучше и в общем кучности он мне сказал с него не добиться и все я расстроился вспомнил эти все комментарии в одноклассниках в этой группе что лучше продать и он примерно так же сказал что вы там ствол ушатаны туда-сюда и все поехал я в общем домой вот он это я был в ноябре примерно прошлого года и до лета я его вообще не трогал в прицелом кстати посоветовал его проклеить обычным моментом разобрать раскрутить не супер клеем и моментом чтобы мембранка там создалась прижалась все и опять к нему приехать все-таки попробовать оптику потом пристрелять в общем больше я к нему не поехал оптику я приклеить приклеил летом и попробовал я в общем сам патроны вот 13 граммовые которые я говорил я тут недавно просто распулял там был кабан нарисован у меня более-менее короче стало получаться стрелять не так как у него в тире у этого дяденьки но немного стало получаться самая дальняя правда с него стрелял метров на 80 не было возможности дальше да и как бы если есть возможность пока ближе дальше мне не надо стрелять там уже дальше дальше видно будет поживем когда в общем у меня стало ну сантиметров 5 я попадал вот полу оболоть ой оболочкой вернее но я ей оказался недоволен остался зверь убегает далеко причем убегает без признаков ранения стрельну я там несколько раз всего имя и убрал в сторону купил потом полу оболочку тоже 13 граммовая в одном магазине у нас круга не оказалось кстати сейчас не знаю слепок есть тут патроны с разным сильно меня полу оболочка смущало в плане того что неровные края у нее все вот сейчас не знаю видно не видно будет фокусируется не сфокусируется в общем одни более менее острые другие есть вообще тупо конечные срезаны были я думал кучность они вообще будут разному показывать один так полетит другой так полетит но на деле вот я недавно тут отстреливал приезжали товарищи у нас лицензии закрывали на косулю я взял карабин популять для интересу 18 раз я наверно стрельнул вот полу оболочкой и дострелял вот с кабаном оболочку тоже метров на 80 может чуть-чуть там но 90 не далее не далее 90 метров в общем свою в шапку я укладываюсь по кучности всего лишь патроны сменил а изначально после тира хоть правда продавая его и или прячь или боев там портил и мешая его на стенку как раритетное оружие ну в общем растянул что-то я видел карабином я доволен для чего я его брал он у меня уже все выполнил все свои функции к это как с хатсоном в общем кому нравится кому не нравится для чего я хатса забрал меня он устраивал также этот карабин меня в принципе устраивает потом будет возможность куплю иностранных патронов попробовать у нас они 150 рублей за патрон стоят может быть более дальние дистанции попробую это уже когда охоты будут когда будет возможность него популять грохота с него много отдача сильная но я в принципе на такое и рассчитывал так что не знаю я всем доволен по поводу перезаряжания я стрелял сериями по три раза вот когда на ход на косулю ездили пристреливался пробовал после того как у меня от эти барашки сбились и горизонтали вертикаль ни разу не было чтобы затыкание было как вот на первом я видео показывал и так далее предохранителем я ни разу не пользовался обычно я заряжал лишь тогда когда мне уже была необходимость стрелять зарядить его недолго один под по одному патрону посылал как не говорили и до того когда его купил главное попасть и все главное попасть в общем попадает попадаешь цель чтобы мне кто в итоге не говорил про него ни видео ни в соц сетях карабином я очень доволен думаю метров до 300 он может себя очень хорошо показать только надо подобрать патроны как с хатсоном кстати прохаться на эфире тоже заикнул сыграть у меня есть хатсон 125 он очень грустильных пулькам привередливый может городу также попробуем новосибирскими нет нет это играть пневматика и нарезной это совершенно разные вещи так что у меня на практике оказалось не разные одинаковые другие патроны летят совершенно по-другому кстати вот на охоту приезжал с удлиненным образцом охотник на базе винтовки сама именно винтовка мосина такой же у него прицел у меня статья про прицел не сказал 43 года с просветленной оптикой линзами или как там правильно в кире вот начальник кира который пристрелил его посмотрел сказал хорошим состоянием есть тут всякие царапинки небольшие но в принципе не так страшно в общем у этого смосина которая длинного у него летит барнаул полуоболочка стреляет что у меня вот оболочка полуоболочка я даже не пробовал она что-то стоило 26 рублей вот этот что-то 28 рублей или 26 13-граммовые 28 не знаю вот эти у нас стоят 32 рубля есть матч экспансивный вот тем неохота сильно попробовать они тоже острая острая пулька и там блин маленькая . это даже мнение распечатанных дырочка малюсенькая откликаются они должны хорошую точность показывать кентавра у нас нету повышенной точности или как он там эстрали 70 называется не помню сейчас правильно это надо куда-то ехать через интернет их не присылают нам патрон к сожалению но так вот в общем из всех переделок приварил я прицел заказал изменение конструкции это не несет что болтиками сюда крепится что тут сваркой прихвачены ничего особенного затвора только-только вот затвором угадывали чтобы не знаю там зазорчик видно не видно на видео только только хватает общем под прицел чтобы не упирался под какой его хотели не знаю тут буквально вот в этом месте где крепежка миллиметр 2 на она остается вот и все переделки патроны в общем подобрать главное все и можно быть довольным и пользоваться но вообще-то я видел хотел начать рассказа про того как у меня карабин стреляет это можно посмотреть охота на косулю хоть все части хоть одну зверя немерено в общем карабин так и стреляет если бы стрелял он лучше зверя бы было меньше гораздо на видео согласитесь да имея такой аппарат с точностью не знаю как он на тысячу метров должен показывать кучность но если блин вот он на 100 метров даже не попадал в лист не говоря там уже блин косули куда-то выцелить попасть это их надо чтобы табунчик три штуки стоял середину стрельну может крайнюю в какую-нибудь и попал так что вот так не знаю что еще про него сказать эксплуатация дальше покажет продавать как я и говорил его не буду охота бы еще даже заиметь длинного образца винтовку мосина удлиненную и это бы я оставил на этого у меня большие планы очень большие планы прицел кстати он не знаю скольки кратны на 2 с половиной или три интернете то не глядел мало скажу кратности мало если он еще все-таки хорошие патроны подобрать но даже этими же новосибирскими дальше пострелять попробовать просто не было возможности может они на 200 метров хорошо летят то в принципе вот этого прицела маловато надо что-то посерьезнее ставить чтобы что-то посерьезнее поставить в том же интернете вот это вот крепление только под виверин или там правильно планку то ли 6 то ли 7000 стоит тут вот она три с половиной так что блин не знаю пользоваться этим я далеко как бы вообще не приверженец дальней стрельбы мне уже 80 метров 100 кажется далеко привык я все детство smr 512 охотиться зверя подпускать как можно ближе или подходить к нему насколько можно близко из переделок больше ничего не планирую может быть когда-то приклады смотрел делают может быть но мне это в принципе удобно вкладывается хорошо пока работает пока держится то что там тут у меня весь пошоркан и его морилка это маленько обработал это не чего не значит это я просто в чехол ложу из чехла постоянно дома поиграться достаю ничего не думать в общем на этом все кто меня давно смотрит тот суть этого ролика поймет что за карабин как он в итоге стреляет действительно ли он так стреляет как в тире пристрелка показала либо он стреляет все-таки совершенно по-другому так я оставлю это загадкой